Бульвар купца Ефремова или Чебоксарский Арбат ждет реконструкция. К столетию Чувашии, 550-летию столицы, и пешеходная зона, и набережная, и сам залив должны полностью преобразиться. Например, старые домиками с сувенирами навсегда исчезнут с Чебоксарского Арбата. Я считаю, и наша команда, которая занимается разработкой данного проекта, что это все, что мы сейчас здесь будем, будет развиваться как отдельный город мастеров. Это будет находиться здесь же, на территории залива. Будет интересно со стороны подачи. Это будет выглядеть как не какие-то сараи, как мы видим сейчас в данный момент. Планируется, что новый город мастеров вырастет возле национального музея. Причем тут должны разместиться только настоящие ремесленники, а не торговцы китайскими сувенирами, которые выдают их за изделия народных промыслов. А сам Арбат должен превратиться в прогулочную улицу с зонами для фотосессий, контактными скульптурами и уличными кафе. Территория вот этого бульвара, она предназначена не только для торговли. Она другая, и значимость этого бульвара совершенно иная. Есть сейчас понимание, как должен выглядеть залив вместе с Красной площадью. Это должна быть благоустроенная территория. Памятники истории культуры, особняки купцов Ефремовых, долгое время скрывавшиеся за торговыми палатками, наконец-то откроются взору. Этому факту рады и жители города, и гости столицы. Мне кажется, что это культурное место здесь, не место, наверное, торговли. Все-таки люди должны отдыхать, ходить там, ну, чтобы не это... Торговли, чтобы не было здесь. А торговые лавочки можно вон туда нарешивать. Да, подальше. Чуть-чуть. Куда все гости приезжают, там пускай торгуют. А здесь просто прогуляться, да. Мне, если честно, они не очень нравятся как-то. По-моему, вот это можно купить, ну, везде. А вот посмотреть архитектуру как-то, вот, ну, вид сам, ну, интереснее. Что касается ремесленников, то тут мнения разделились. Половина не хочет съезжать с насиженных мест, а другая считает, что перемены только к лучшему. Наши домики, те, которые находятся на Арбате, они уже пережили свое время. И сейчас вот то, что собирается залив изменять, менять там структуру всю эту. И нам предлагают новые варианты домиков. У нас очень богата республика мастерами, хочется сказать. И мы хотим, чтобы город мастеров действовал тем более, не только в летнее время. И наполнено было не китайским ширпотребом, или фанерками раскрашенными, или сучками раструганными с подписью Чебоксары, а чтобы все-таки были это изделия мастеров. Сегодня в гильдии насчитывается около 300 мастеров, я уже это сказал. Поэтому думаю, что желающих вот как-то включиться в этот процесс, в то, чтобы это стало местом притяжения и туризма, и гостей, и жителей столицы, да, я думаю, желающих будет много. Планируется, что уже ко дню республики жители и гости столицы смогут пройтись по обновленному Арбату и посетить настоящий город мастеров. Галина Титарчук, Игорь Зверев, Республика.